Последняя апрельская неделя в этом году на горизонте маячит май. Через две недели День Победы. Вокруг этого праздника в этом году много разговоров. Мы, приднестровцы, как относились к почтению к празднику 9 мая, так и относимся. Поэтому готовимся к шествию Бессмертный полк. У нас в гостях Юлия Плешко, представитель партии обновления. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Обновление каждый год представляло возможность улучшить фотографию своего героического предка или увеличить ее. Что в этом году? В этом году мы продолжаем эту работу. Вообще мы начали ее с 2016 года, и за этот период… Огромный опыт. Да, уже очень… Мало того, что мы сделали огромное количество фотографий, так и мы и сами научились много чему делать. Потому что когда-то начинали просто что-то в фотошопе обрезать, чуть-чуть замазать. Сейчас уже немножко более мы профессионально к этому подходим. И даже глядя на те фотографии, которые несколько лет назад делали, то, что люди обращаются там в связи с утерей, с испорчей, с передачей другим родственникам данного портрета, я поднимаю старые фотографии и смотрю, ну, как же так можно было отдать человеку фотографии. Мы доделываем и возвращаем уже в новом обновленном виде. И в этом году, да, мы продолжаем эту работу, и люди тоже с удовольствием несут. Хотя я думала, что мы сделали уже всем по два раза. А много обращений? Сколько обращений уже на сегодняшний день? Ну, вот я думаю, что у нас по республике уже порядка тысячи обращений есть. Вот по всему Приднестровью, потому что мы везде делаем, и обращаются достаточно. Бывают фотографии, когда вы смотрите и хотите узнать историю этого человека? Рассказывают? Много рассказывают? Бывают, приносят вот такие старые фотографии, которые сделаны ещё либо в военные времена, вот именно вот в этот период. Ну, вы знаете, я помню, вот, например, у меня есть фотография моего дедушки, но она вот такая. Она сделана на войне, то есть малюсенькая. Вот насколько её можно увеличить? Ну, тут уже зависит, даже если она вот такая вот маленькая, уже зависит от качества самой фотографии. То есть насколько она чёткая. Если она достаточно чёткая, там всё видно, то, ну, это не страшно, то можно увеличить и сделать вполне себе приемлемый портрет формата А4. Бывают, когда приносят большие портреты, но они все смазаны. Тут, конечно, уже сложнее. Сейчас вот буквально на днях я столкнулась с таким портретом. Принесли мне уже портрет, он отсканированный у меня в электронном варианте, и я смотрю что-то с галстуком как-то. Вроде должен быть галстук, но он где-то вот здесь. Почему-то. Почему? Как? Я думаю, может, что-то случилось при сканировании как-то. Беру оригинальный портрет, который тоже сделан ещё, наверное, в те далёкие времена, а там то же самое, и тоже галстук такой же. То есть фотограф просто не заметил. Видимо, либо не заметил, либо фотошоп тех времён дал какие-то сбои. Возможно. Да, и поэтому поправили, сделали, как должно быть, как надо. Юля, а можно какие-то истории? Ну вот буквально из последней истории. Вот вчера, да, женщина приходила, забирала портрет, и очень просила взять, чтобы мы ей дали электронный вариант. Электронный вариант, да, фотография ей очень понравилась. Ну, нам же тоже интересно, для чего, как, что они хотят. Может, куда-то переслать, чтобы узнать. А это дед, бабка, кто это? Это её папа был, потому что женщина уже пожила, и это был её папа. И она говорит, что мы хотим вот эту фотографию разместить. Оказывается, в Подмосковье есть главный храм Вооружённых сил Российской Федерации, который вот недавно, буквально в 20-х годах его закончили строительство на пожертвования, и тогда они собирали фотографии для этого шествия бессмертного полка. И вот там, на Аллее Славы, есть фамилия её отца, но нет фотографий, просто горит свечка, что вот такой боец был, вот такие годы жизни. И вот она очень просила вот эту фотографию в электронном виде, чтобы отослать туда, и чтобы её папа, её родственник тоже был там. Она даже показывала видео это место, она снимала, дочка её была там, она снимала, показывала, даже на видео на телефоне уже смотрела, просто колоссальной красоты храм, большой, и на стенах храма, вот там есть сделаны специальные места, и на подходе к храму такие специальные, ну, телевизоры, экраны как-то размещены, где вот так вот листаются вот эти портреты, миллионы портретов, и это так красиво, и свечки горят. Вот, я сейчас говорю, у меня тоже мурашки поведут, так очень интересно. Скажите, а много, мы вообще привыкли, что воины — это в основном мужчины, а много фотографий женщин? Да, есть, наверное, треть портретов, которые мы сделали, — это женщины. Истории тоже, кто-то радистка, кто-то связистка, кто-то медсестры, девочки, а есть девочки, которые прямо вот в военной форме, не в медицинской форме, а именно в военной форме приносят вот такие портреты. Да, женщины тоже многие, такие красивые женщины, такие красивые мужчины тоже есть. Красивые героические женщины. Юлия, скажите, а такой вопрос, вот во время пандемии с шествием Бессмертного полка были определенные моменты, и он чаще всего проходил либо у окон, балконов, или же социальные сети. Как в этом году планируется все это? Мы обрадовались, что в этом году действительно будет живое шествие Бессмертного полка у нас по всей республике. И мы обрадовались, и те, кто приносят портреты, и, наверное, граждане, которые желали пройти в акции Бессмертный полк, тоже им это очень отрадно. Прошлые года мы делали в социальных сетях, мы делали видео, видеоряд, тоже достаточно длинные такие видео, делали кусочками, там, буква А, первая часть, буква Б, вторая часть, потому что очень огромное количество. И в этом году очень рады, что будет живой такой Бессмертный полк. Проходите у нас в Террасполе и по всем городам. В некоторых странах странно, мягко говоря, себя ведут в преддверии 9 мая. Но вот в нашей стране много человек с Украины, которые здесь задержались, которые здесь уже живут, дети ходят в школы, в детские сады. Вот они случайно не изъявили желание участвовать в шествии Бессмертного полка? Вы знаете, да, мы столкнулись с этим, у нас Дубосарское отделение, там тоже проживают граждане, приезжие из Украины, и они в первую очередь изъявили желание принимать участие в акции Бессмертный полк. Несколько семей, причем это семьи из Одессы и Одесской области. У них в Одессе Бессмертный полк не проходил, ну, по их словам. И вот они изъявили, когда узнали, что у нас в Приднестровье проходит, и Дубосарское отделение тоже делает портреты, они изъявили желание принять участие в акции. Вот сейчас они тоже ищут портреты своих родственников, опять же, соцсети. У кого-то уже в соцсетях были размещены портреты, они их достают оттуда, кому-то пересылают. Но вот несколько семей прямо вот очень хотят принять участие в акции Бессмертный полк. Я думаю, в других городах и районах, где тоже есть граждане из Украины, тоже, наверное, они захотят изъявить желание. Но пока в Тирасполь к нам конкретно вот таких заявок не поступало. Но я думаю, еще все впереди. Куда конкретно можно прийти? Допустим, в Тирасполе, в Бендерах людям? Куда можно обратиться, чтобы могли сделать портрет, восстановить или увеличить его? По республике во всех городах и районах открытое отделение партии обновления. И в рабочие дни до 29 апреля включительно можно принести портреты своих родственников. И ребята уже изготовят, отретушируют, сделают красивый заламинированный портрет. То есть адрес можно найти в интернете? В интернете, на сайте партии обновления, да, есть и телефоны, и адреса всех региональных отделений. В Тирасполе это Ленина 37. Можно приносить в любой рабочий день с 9 до 6 часов. Юля, спасибо, что были с нами. Вам удачи и побольше помощников. Спасибо большое. А мы сейчас соберем аптечку. На этот раз для огородников. В садах и огородах приходится иметь дело с колющими и режущими предметами. Много работать, поэтому аптечка нет, нет, да и понадобится.